всем привет девочки у меня на канале уже есть первые два урока для новичков там я показывала как размечать канву в общем как разобраться в наборах но у меня нет урока как нужно вышивать крестики первые свои и вот как раз оля хозяйка магазина радуга вышивки ссылочка на магазин будет под видео оля рекламная интеграция для нас важно и в общем оля нам сейчас покажет как она вышивает свои крестики я не показывал такое видео но мы посмотрим как это делает ольга таким образом определила определила середину но опять же тут не критично если крестик влево крестик вправо будет но для того что это набор мы не знаем сколько они нам прибавку оставили поэтому я всегда с центра чем тебе ну когда дома я беру булавочку розовый он на органайзере у нас под номером 2 ты вставляешь опять же давай посмотрим видишь он у тебя еще идет дополнительно не потеряй то есть вот эти вот нитки чтобы они у тебя вот недавно как раз про навеску ниток я снимал тоже ролик удобно неудобно вытаскивать ну во первых здесь они ведь скрученные то есть мы одну нитку отсюда и уже никак не вытащим придется снимать подвес и разворачивать на уж они петлю ее сделали но я не как уже отсюда одно и что даже разрезать мы отрезаем нет тут уже конечно мы не вымеряем метр не метр на номер два чтоб ты не потеряла конечно вес мне такой неудобно отделяем одну ниточку вот и и сворачиваем пополам у нас получится вот так петля видишь теперь давай мы в 5 вставим я закрепляю немножко иначе сейчас мастер-классы здесь понадобят вам у меня просто есть книга ветер надеюсь звук нормальный будет сиреневого цвета начинаем от центра так вот он примерно вот здесь то есть у нас две клеточки как бы в центре а здесь вот 4 можем начать с больше с большей части до что в 4 крестика сразу все вот оно видно уже здесь иголочка довольно толстая хорошо и вот смотри у нас петля солнышко хорошо попадает прям в эту петлю мы выявили по диагонали да ты видишь мы и мы теперь ветер нам не дает вот мы в эту петлю все вот она петля и мы прячем вот эту петлю туда наизнанку смотри раз она ушла все нам нужно сделать 4 на мосту выбор по схеме смотри вводим вниз у нас сзади как получится столбик видишь сейчас я птина ты смотри видишь и мы по диагонали делаем следующем по диагонали тены мы делаем полу крест мы сначала делаем всю линеечку полу крестов в одну сторону так а мы как это все сделаем смотри у нас 4 вот видишь 5 я не поняла биндерами чтобы она тебе лишнее не мешает и никогда не нет не бойся перепроверять вот и пищал 4 мы неправильно считали 5 вот у нас раз два три 4 5 все сегодня опять ты опускаешь вниз иголочку как будто на следующий крестик и возвращаешься обратно и возвращаюсь назад теперь закрываешь обязательно у тебя все крестики должны верхняя ниточка смотреть потуску все поняла а у меня вопрос еще такой вот как вы работаете когда их много не надо как-то выстраивать вот смотри когда ты начинаешь просто разные же по-разному вышивает кто-то будет вообще как правило начинающий щас и не надо и одной вот ниточкой вышел а вот сейчас ты смотришь у тебя смотри розовым цветом это довольно прилично во-первых сюжет до выбран у нас довольно такой многоцветный наш цветке много всяких сочетаний ты можешь вот это вот все сейчас вышить пока у тебя и не закончится нет этот квадрате нет ни квадрате к розовеньким ножа вот то есть вышиваешь пока не закончится нитка потом вставляешь другую нет либо продолжаешь этим живут ну вот сколько вот возможно близко у тебя опять же это как ты решишь как тебе будет удобно правильно правильно нет так то что многоцветные вот сейчас я например вышиваю тоже меня сейчас девушка спрашивает сколько ниток вверх торчит смотри у меня получилось три крестика у тебя внизу два крестика и этого же у тебя же внизу же вот эти розовый так значит поряд ниже вот так вот они у вас сядут так вот это наше право это же что мы сделали вот мы сделали два креста но она теперь должна закрыть она будет большая не пришлось ли вырвать не закрылись главное чтобы диагональ сохранялся не важно как ты с морской заходишь это опять же как идет тебе рисунок следующий у нас видишь одна клиночка опять же получается у нас тут их три один рядок а потом еще идет вот такой вот по двери конечно если бы я вышивала ну не первый раз я бы тебе я бы тебе показывал немножко по-другому ты показывай мне по-другому как по-другому ну как закрепляется ну вот смотри я бы сделала заднюю сейчас я попробую вывести обратно покажите а главное чтобы все крестики смотрели в одну чтобы не были стежки то вправо то влево ну рядочком я поняла дальше ты мне скажи как вот это быстро и вот смотри вот у нас мы не смотрели с тобой нет нет две и у нас одна вниз вот я говорю тебе я бы вот так сразу сделала я бы опустилась вниз потому что он у нас один единственный здесь этот крест вот я бы поднялась выше тоже чтобы у меня там вертикалька сохранялась да у нас здесь она не сохранится потому что мы уйдем в сторону немножко там у меня я вообще закрываю крестики сразу даже если они разбросаны вот как у тебя сейчас через одну через дверь то я сразу открываю открываю и перехожу к следующему потому что бывает когда очень сложная схема потом какой-то крестик забудешь закрыть если они разбросаны ну да бывает такое если в рядочек там как-то идет рядочек там уже не забывают вот если в разброс здесь главное следишь где у тебя да следующий будет вот опять же по я бы вышила сейчас чтобы у меня не гонять нитку там некрасиво чтобы она все рядочками ровными я вот сделаю вот так мы сейчас девочки вышиваем по цветам вот взяли нитку одного цвета и вышиваем пока она не закончится вот смотрим по схеме это совершенно проще по цветам потому что здесь многоцветие у тебя вот такой вот островочками тут островочек тут островочек здесь удобная схема для новичков вот если мы начали и пока все розовые крестики не вышли нитка закончилась тогда можно перейти к следующему цвету я обычно так вышиваю вот закончилась я беру цвет который рядом закончилась нитка дальше беру который рядом и таким способом вот смотри мы я получилась нижней вышила потом пошла к верхней но опять же я вот их сейчас сделала а вот сейчас ты будешь их закрывать но это именно для того чтобы вот здесь у нас на инстанке были столбики и меньше было путь спутанец да у тебя может уйти например по горизонтальке клоба уже ближе то есть оно может уйти по диагональке мы не делаем идеальную изнанку но опять же должно быть аккуратно чтобы не тянулось там через километры какие-то я тебе хотела сказать держи его закрывай вот и сейчас скажи мы закончили наверху это я надеюсь что нисочку ты тянулась все при затягиваешь только дырки большие девочки Оля сейчас показывает как вышивать от центра у меня предыдущие два урока там другой способ у меня полная разметка и я начинаю вышивать с правого нижнего угла вообще на самом деле не важно какой способ вы выберете это только ваши вкусовые предпочтения как вам удобно ну вот мне кажется новичкам без разметки вышивать сложнее когда начинаем там легко а вот дальше уже можно путаться тем более вот эта гортензия здесь одинаковые цветочки я пользуюсь водорастворимым маркером я расчерчиваю вот такие квадраты и по ним вышивать удобнее первый раз вот здесь у нас девочки показывают другие способы вышивки у каждой вышивальщицы свои методы свои нюансы и девчонки как раз ими делятся на самом деле показать все в одном уроке это очень сложно но главное вот Оля сейчас показала как начинать вышивать и сейчас мы посмотрим каким способом Оля закрепляет нитку я постараюсь вам зимой показать как вышиваю я дома со штативом в тишине здесь без штатива снимают с рук и я не уверена что видео получится очень качественно но все равно интересно посмотреть как вышивают другие вышивальщицы мне во всяком случае интересно я здесь больше ориентируюсь даже не на нитки девочки показывают как на равномерке вышивать у меня конечно не проблема я столько этих ниток собираю в общем то я могу ориентироваться что вот этот цвет светлее этот темнее и даже иногда себя проверяю но здесь я больше именно по разметке ориентируюсь я смотрю так у меня в пределах этих 10 клеток такие-то символы и вот здесь я вывела я вывожу всегда только в одном месте внизу слева в другое место я иголку не вывожу то есть я тут уже не могу ошибиться раз я это вывела значит это именно будет крестик именно этого символа вот так завязывайте у нас закончилась меньше надо так сделаем закрепочку здесь вот самый простой способ это вот под стежками а можно с лицевой стороны под крестики ну тут иголка толстоватая и канва 18 как бы для такой иголки это слишком круто надо иголку потоньше а девочки а я на лицевой стороне никогда не протаскиваю я закрепляю потому что не такой толстый иголок вот мы просто подрезаем все никуда она не денется никуда она не денется да все и мы делаем новую теперь да другую либо это я просто чтобы не потерялась здесь я воткровую а девочки почему я на лицевой стороне никогда не протаскиваю потому что если мы на 14 конве вышиваем в две нити то канва светится то есть она плотно так крестики не ложатся если мы на лицевой стороне протаскиваем у многих фирм это видно но опять же это может быть а так вот ноготочком ну вот нет если две на 14 то будет видно будет видно и смотрите еще какой нюанс у меня вот эти работы на пластиковой конве вот я сейчас принесла а на пластиковой конве я закрепляю узелками даже 2-3 узелка делаю потому что когда дети играют в руках их тискаешь то все равно они будут ослабляться вот на пластиковой конве вот такой вот номер не прокатит и тем более вот эти игрушки бисерные тем более там шелковая нить такая тонкая там я закрепляю только узелками как бы мои зрители на ютюбе не ругались что нельзя делать узелки но тогда эти работы нельзя трогать детям давать то есть они должны только стоять как сувениры вот эти картины мы же их не тискаем в руках ну а еще такой тоже вот нюанс на подушках на вышитых подушках я все-таки делаю иногда узелки особенно если мы в 3 нити вышиваем ну узелки можно ведь сделать да вот нет когда начинаем мы петлей начинаем а вот когда заканчиваем а можно вот так вот завязать узелок аккуратненько вот так вот именно так я и завязала на изнанке вот вставить вставить вот ниточка вот узелок лежал не торчал а лежал знаете вот я тоже делаю вот такой узелок который абсолютно не виден да вот подушка от паны вышивается в 3 нити нарезка ниток короткая я беру 3 нити и закрепить в 3 нити подушку без узелка невозможно ее же стираем на ней лежим и что это в итоге будет и она же не стоит как сувенир мы же ее используем но на рушниках и на скатерть идеальная изнанка это норма это обязательно ну да потому что она потому что мы это все смотрим ну вот у нас получилось лицо да вот у нас лицо замечательно для первых крестиков вообще отлично идеально да вот сейчас мы закончили этот цвет и теперь будем вышивать как цвет который рядом да берем голубой или белый нет голубой лучше давайте какой нравится это не принципиально да 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 ну девочки я долго снимать не буду говорю вам до свидания потому что здесь играет музыка и вряд ли этот мастер-класс будет удачным спасибо вам за просмотр с вами была Инесса и наши оренбургские рукодельницы всем пока-пока как успехи отлично спокойно можно отлично ну как понравилось занятие не знаю правильно это у меня получилось что случилось нет да оправишь отлично Оля если у меня осталась нитка я вышивала не то что нет вот я закончила вот этот рисунок да я ее оставляю? нет смотри мы можем вниз уйти у тебя этот же символ да вот давай считать а то есть переворачивай да и можем да здесь в принципе тут 4 всего клеточки можно да дальше вышивать более что ты так две у нас вот очень часто задают вопрос какой длины протяжку делать я делаю протяжку где-то 5-6 клеточек ну здесь 4 ну 4 нормально нормально если протяжка очень длинная то лучше нитку отрезать ну 4 клеточки на 18 конве это даже меньше сантиметра ну да на 18 конве можно даже и побольше так вот вот тут будет в